Сейчас модно будьте генератом, тусуйся, пляши, як гретин. Вон из-за ютуби свято, Лёша и Даша, вас их накажут, блин. Сейчас модно будьте генератом, тусуйся, пляши, як гретин. Вон из-за ютуби свято, Дурнев Плюс Один. Вот уже больше месяца самый неприятный телевизионный проект Дурнев Плюс Один разыскивает ведущую. И прямо сейчас на сайте Т.ТВ идет голосование. Но по правде говоря, красотой конкурсантки не блещут. И именно поэтому сегодня мы отправились на выставку красоты, чтобы хоть немного порадовать глаз. Шоколадный? Не шоколадный. А вы можете больше краски на задницу наложить? Там еще целлюлит. Положен. Здорово, что вы не стесняетесь даже с такой не очень хорошей фигурой принимать участие. Да вот, как-то так. Не стесняемся подматривать. Их остальных, у кого тоже не очень хорошая фигурка. Да, вы положите еще. Хорошо, положим. Прям апельсиновая корка. Мы ее закроем, не волнуйте. Может быть, просто апельсиновая корка – это часть образа? Да, возможно. Но некорректно образы не закончены еще. Корки не будет. На маршке что-то. Обязательно. Какую роль в жизни девушки отыгрывает тональный крем? В принципе, очень важную, но страшную. На самом деле, тональный крем в красоте отыгрывает практически чуть ли не важнейшую роль. Наша модель сегодня закрасила даже прыщи на спине тональным кремом. А сейчас в эфире рубрика, которую вы все всегда с нетерпением ждете. Книга «Наше светлое будущее». Что у вас там такое? Книга. Что за книга? Очень классная. Покажите. Держите, посмотрите. Мифы древней грекции. Так, ну, показывайте. Николая Альбертовича Куна. На каждой странице либо статуи, либо же известная картина известных мастеров. Книга с двух частей. А обычно как в книгах? Обычно как в книгах? Как в обычных книгах. Здесь книга с двух частей. Первая часть – это боги-герои, а вторая – древнегреческий эпос. Интересно будет как вам, так и детям. А почему мне это должно быть интересно? Ну, а вы читаете книги вообще? Нет. Тако надо бы. Хотя я тоже не читаю. Тако надо бы. Так надо бы. Тако надо бы почитать. Так я и буду зачитать. Давайте вместе почитаем. Давайте. А вы какую часть хотите читать? Мифы древней Греции? Нет, древнегреческий эпос. Или древнегреческий эпос? Там Трое, тренский цикл. А Трое что там произошло? А вы фильм смотрели Трое? Про Бродопита? Про какого Бродопита? Ну, фильм Трое смотрели? А Бродопита там. Ну вот, смотрели? Нет. А здесь можно прочитать. Одиссей, Аполлон. А что там про Аполлона? Ну я не знаю, это читать надо. Про Пандору слышали? Подождите, давайте про Аполлона. Он красивый мужчина был. Очень, наверное, красивый. Но я же не читала эту книгу, действительно. А как вы продаете книги, которые не читали? А что, надо все перечитать? У нас там огромная библиотека. Ну у вас-то в пакете не очень-то огромная библиотека. Ну конечно, там детские еще есть. Вы книги будете читать? Ну конечно буду. А я? Ну а вы не знаю, вы будете читать книги? А надо бы. А надо бы. Извините, для похудения у вас средства? Что? Средства для похудения, мы ищем, у вас продаются? Здесь есть. Нет, для приема внутрь или наружные. У нас только наружные. А наружные? Только наружные. А что, в смысле наружные? Ну наружные или политические крема для расщепления жировых. Вам это не подходит? Нет, нет. Это девочки на себя, на масло? Нет, нет. Нам для девочек, но для похудения нет биодобавки. Нет, это не то. Это профессиональная линия, здесь нет биодобавок. Здесь просто для расщепления положите сверху и расщепите. Для наружного на применение. Это прицепляется к животу. Не обязательно к животу, то есть к любым местам, где есть жировые отложения. Куда бы вы прицепили? Ну вот, к примеру, если это небольшая, то есть это могут быть либо бока, либо животик. Засасывается вакуумом и 60 минут морозит. Как результат, снижается выработка энергии, то есть клетки, ну вот так, чтобы просто сказать, они засыпают. А можно уменьшить мужское достоинство таким образом, отморозить его чуть-чуть? А надо ли? Ну, если очень большой. Знаете, содержание жировых клеток там просто абсолютно... Минимально. Да, их просто нет, поэтому смысла как бы, ну совершенно нет. А сейчас в эфире наша традиционная рубрика для настоящих мужчин «Мужественные советы». Это вашего производства футболка на вас? Это футболка, эту футболку мы придумали, да, сами для того, чтобы, опять же таки, на нашем вот таком вот взвесенном, романтичном, цветочном стендике, чтобы мы могли отличаться на контрастах, светлое, темное и блестки, потому что, вы сами понимаете, пайетки, потому что люди у нас, как все тянутся к чему? К блестящему, как любят говорить. Вот есть выражение, побольше дождика и страз. В последнее время все как-то смешалось. Мужчины больше выглядят как женщины, женщины как мужчины. Вот вы, как человек, который широко уже смотрит на этот вопрос, вот что можете посоветовать мужчинам, чтобы они стали мужественнее? Вот как-то, как им выглядят? А мужчины уже мужественными не станут, наверное, никогда. Женщины очень сильно их разбаловали. Мужчин мало, женщин много, поэтому они себя чувствуют в любом состоянии, в ухоженности, неухоженности, как в своей тарелке. Поэтому, я думаю, возврата уже к мужественности. Что у вас надоумило сделать домик для унинки на голове? А это вы парикмахеру задайте вопрос. Я предоставляю только голову, если вас интересует, что на моей голове. То есть, от меня здесь только голова. По большому счету, мастер мог сделать с вашей головой все что угодно. Ну, это не в его интересах, он же тоже хочет хорошо выступить. Есть люди разные, неадекватные. Например, кто-то мог сделать на вашей голове домик для унинки. Я люблю рисковать. У меня одна знакомая в Мариуполе тоже модель, так сказать, рискнула головой, поехала в баню с азербайджанцами. Это плохо кончилось. Я думаю, это из какой-то другой сферы ваша знакомая модель. Ну, вроде тоже, они говорят, там конкурс проведем. Не знаю, не знаю, не слышал. Мастер там тоже будет. С головой такое творили. Бывает, бывает. Кто вам сделал такой потрясающий стиль? Работала над стилем Анастасия Ливандовская. Сейчас как раз она проводит мастер-класс. Здорово, что мастер действительно отдала дань подростковой моде, разрушила те стандарты, что модель должна быть 90-60-90, что там чистая кожа должна быть, что не какой-то угревой сыпи. Вот эти вот гнойнички, они из чего сделаны? Это под жемчуг. Это вот имитация угревой сыпи при помощи жемчуга? Да. Вы знаете, вот это ощущение с детства, когда прыщик появляется, сразу хочется его выдавить. Вот вы когда на себя в зеркало смотрите, вам хочется повыдавливать все вот эти маленькие гнойнички? Вы знаете, мне как-то даже времени не было смотреть на себя в зеркало сейчас. Столько много людей, такая тенденция новая, все хотят сфотографироваться. А можно попробовать? Можете попробовать, да. Так, посмотрите, может отпасть. Не давится твердый, еще он должен созреть. Книга «Наше светлое будущее». Кто написал книгу? Вы по слове и по говорке – это Андрей Юсачев. Слышал? Смотрели «Спокойной ночи, малыши»? Написано «Елена Лаврентьева» или это вы? Нет, это не я. А Андрей Юсачев где? Андрей Юсачев? Ну, здесь не написано, что именно Андрей Юсачев и его здесь не написано. А, это просто вы уже дополнительно сообщаете? Конечно. Ладно, у вас разрешение на торговлю есть? А я не торгую. Дело в том, что я только информирую, показываю. Что, книгу нельзя купить? Нет. Ну, а мне вот эта понравилась. Это выставочный экземпляр. Нельзя ее купить? Нет. А сколько она стоит? Я же говорила, 190. А с поговорками? С поговорками 70. Ну, давайте с поговорками. Так не могу. Ну, а что вы их носите тогда? Я же говорю, показываю, это выставочный экземпляр. Нигде? Вы просто рассказываете, показываете? Да, потому что через полгода откроется магазин. А, и только потом можно будет? Конечно. Ладненько, спасибо. Пожалуйста. А где магазин-то будет? Ну, в Киеве, где еще не знаем. Пока вы еще не сообщаете. Да, пока еще не сообщаем, потому что не знаем. Спасибо. Пожалуйста, всего доброго. Только книги читайте, потому что... Хорошо, обязательно. Книга что? Ну, это же наше светлое будущее. Правильно, спасибо. Представьтесь, пожалуйста, кого представьтесь. Меня зовут Александр Малафь. Я представляю направление палтийских спа-массажей. Что сегодня интересного происходит? Это чемпионат украинский, открытый по спа-массажу. В прошлом году на чемпионате происходили такие эксцессии, когда вот среди массажистов обнаружился один профессиональный пассажир простаты, и он все время пытался, норовил не спа-массаж делать, да, в модель А. Ну, здесь без комментариев. Я не знаком с этим. Считаю, что это разные вещи. В этом году не происходило ли ничего? Нет, 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 нет. Я думаю, что это просто разные форматы, немножечко какая-то путаница, несогласованность. А какие были вопросы? Я не все услышала. Вы знаете, как бы нормальные вопросы, но вот уклон в сторону простаты. Ну, а зачем вам это? Ну, это же чемпионат по массажу, а в прошлом году на чемпионате по массажу был человек, который пытался делать массаж простаты. Но это не на нашем чемпионате. Я не знаю, поэтому спросил. Понимаете, очень много заболеваний связано с тем, что люди не занимаются массажем простаты. Нет, 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 я считаю, что это... Итак, друзья, напомни, что... Вы взрослый человек, я поэтому вас спросил. Я понимаю. Тут ничего такого зазорного нет. Не тот формат просто, извините. Ну, тут мне это не стыдно.